Страсти И принимать скорби, как принял благоразумный разбойник Достойное по делам моим приемлю, помяни мя И прочее Евангелие от Луки, глава 23, стих 41 Если будете так относиться к себе, получите облегчение, а скоро и избавление Бог гордым противится, а смиренным дает благодать Послание апостола Иакова, глава 4, стих 6 Которое проявляется в душе, как мир, радость, долготерпение, кротость и прочее А я всем всегда говорил, что в нас стоятся все страсти и грехи Только проявляются они при соответствующих условиях Прибавьте к этому, что мы находимся под постоянным обстрелом от дьявола Внушающего нам всякие греховные помыслы, влечения, настроения и прочее Не грешим мы только, пока держит нас Господь А как только предоставит нас себе, так мы и валимся в ту или другую яму Потому-то и велено просить Не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого Нам, новоначальным, неопытным, не имеющим духовных руководителей Надо знать одно Сами мы не можем побороть и победить страсти и бесов Но должно, однако, бороться с ними по силе своей И непрестанно, во время падений, призывать Господа на помощь Обышедши обыдошами враги и страсти И именем Господнем противляхсе им Псалом 117, стих 11 Не сами вы своей силой не поборете Ни другой человек, тем более, не может помочь вам побороть их А только Господь Следовательно, надо больше молиться С благоговением, с сокрушением сердечным Исповедуя Господу свои грехи, страсти, свое бессилие И испрашивая прощения и помощи От такого делания скоро ощутите спокойствие и мир душевный Смирение некоторое и решимость все терпеть ради Господа И ради своего спасения Сережа, опомнись, куда ты идешь Если тебе здесь еще тяжело, то каково будет после смерти Страсти в тысячи раз более сильные, чем на земле Будут как огнем палить тебя без какой-либо возможности Утолить их За потерянную жизнь, за совершенные преступления Совесть, как червь неусыпающий, станет грызть твое сердце Осознание, что сам себя лишил вечного блаженства В обществе святых людей и ангелов Будет вовеки терзать тебя Есть страсти явные Чревоугодие Блуд разнообразный Сребролюбие Печаль Уныние Гневливость Тщеславие Гордость Неверие Зависть Лживость Осуждение ближних и прочее Со всеми ими последовательно ученику Христову и приходится бороться, побеждаться и побеждать, а это требует напряжения сил, терпения. Это часто бывает настоящим мучением, крестом, от которого уйти никуда нельзя. Одно из двух Или человек без борьбы отдается им, изменяет Христу, выбрав мир и его жизнь, или борется, страдает и через это растет духовно. Так надо всегда быть готовым на то, что какая-либо страсть может проявиться и знать, что предпринять, чтобы не быть одаленной ею. А если уж поддались, то надо смиряться, не оправдывать себя, а во всем себя винить и укорять, и просить прощения у Бога и у людей. Уготовляться ты знаешь как, а мало применяешь на деле.